Лето – это не только пора каникул и отпусков, это еще и время больших кино- и театральных фестивалей, в том числе для начинающих юных актеров. В июле в Сочи прошло сразу два конкурса театрального искусства – вокруг Рампы и у самого Черного моря. Защищать честь Ленинского городского округа туда отправилась Винновская актерская школа «Волна». Мы готовим всегда новый спектакль, и помимо того, что мы проходим весь этап репетиции, подготовки, выступления перед очень важным и интересным жюри. Мы смотрим работы других команд, проходим творческие мастер-классы от театральных деятелей, которые присутствуют также на этом фестивале, и это очень объединяет нашу команду. Младшая группа актерской школы выступила со спектаклем «Праздник непослушания» на фестивале у самого Черного моря. Там мы взяли лауреат второй степени, и двое ребят у нас выступили в номинации «Художественное слово». И взяли первое и второе место, лауреатство, первое и второе место. Старшая группа показала фрагмент спектакля «Повелитель мух» по мотивам одноименного романа Уильяма Голдинга. Я главный, вы нарушаете правила! Нет! А то, что правила у нас ничего и нет! Да плевать нам на твои правила! Мы охотники, мы сильные! Ребята получили специальный диплом жюри за сам спектакль, а трое актеров – Снежана Козак, Георгий Николаев и Иван Семенов – дипломы за актерскую игру. Выделили мне награду за актерскую хорошую игру, за доработку самого образа. А ты своей игрой так чувствуешь? Не очень доволен, я мог бы сыграть лучше. Иван Семенов на сцене сыграл отрицательного персонажа Джека, полную противоположность ему самому. Джек, он такой дикий, хочет постоянно быть в центре внимания и хочет быть лидером в компании. У меня вообще довольно симпатичные образы, которые противоположны мне, потому что это что-то новое, я могу в себе открыть, например. Ребята признаются, каждый выход на сцену – это событие, которое актер с нетерпением ждет. И готовиться нужно всегда. Перед выходом на сцену нужно настраивать себя, наполнять своего героя, разминать речь, как минимум повторить текст, проверить реквизит. И, конечно, волнение. Нужно как-то более, чтобы уверенно себя чувствовать, проделать дыхательную гимнастику, чтобы не волноваться. Мне очень понравилась эта поездка. Это была первая поездка именно с театральной студией. И бесценный опыт. Было очень весело и интересно. С начала нового театрального сезона «Волна» планирует раз в неделю играть спектакли для всех желающих. Для этого сейчас в помещении школы перестраивается зрительный зал. После ремонта он сможет вместить более 40 зрителей. Ждут нас и новые спектакли, так что следите за афишей. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видно этого.